Сознание было насчет Творца и Жертвы. С какой... Вот в каждом человеке есть выбор, как он выбирает на мир свой смотреть, на любую ситуацию во всей Вселенной, вообще во всем, да? С какой позиции выбор есть? Представляете, какая красота в чем? Ты можешь выбирать. Или ты с позиции смотришь Творца, или с позиции Жертвы. Жертва – это когда на все смотрят с позиции, типа, претензий. Вот Путин виноват, вот война виновата, виновата, вот солнце виновата, вот погода виновата, вот мой сосед виноватый, вот типа я виновата, и так далее, и так далее, и так далее. Это позиция Жертвы. Вот позиция Жертвы, когда ты скидываешь ответственность на всех, только причина не в тебе. Все кто-то виноват, только не ты. Ты хорошая, да? Вот момент. Или ты виноват. Ну, тоже нехорошая, я не знаю. Но вот в этой позиции ты ничего не решишь, потому что ты все свалила ответственность на всех, все такие сякие, все более сильные от тебя, есть какие-то сильные от тебя, есть более слабые, чем ты. Ну, короче, ты здесь не творец. Ты здесь ничего не можешь делать. Ты зависимая от обстоятельств. Все. Ты с себя скинула, силу с себя скинула. Все, ты не сильная. А с позиции Творца, когда ты выбор делаешь, с позиции Творца, и вопрос только задаешь для себя. Для чего я этого хочу? На любую ситуацию ты смотришь с позиции Творца. Так, погода плохая. Для чего я этого хочу? Допустим, мамка на меня кричит. Для чего я этого хочу? Какая там выгода? Везде ищешь выгоды, потому что везде есть скрытые выгоды. Например, того, что даже, вот допустим, Альфия заболела онкологией. Это пример просто привожу. Рак легких. На тот момент, у меня ответ пришел, для чего я этого хотела. Потому что на тот момент я курить не могла бросить. Не получалось. И кодировалась. Что только не творила. И уже потом сказала, не буду бросать курить. Видела, как Альфия бросает, а у меня было, там чувство зависти шло. И как бы страха, что она бросит, а я не брошу. Я умру, можно сказать. И вот. И там еще неосознанно жила. И в чем выгода, что Альфия заболела раком легких. Моя выгода. У Альфии своя выгода. А для того, чтобы мы в течение трех дней мы Софию бросили курить. Вот. И допустим, дочка у меня 13 лет пришла пьяная в хлам. Я как бы, там тоже была неосознанно. Ну, я недавно буквально осознала, для чего я этого хотела. Тоже ответ пришел, мне сразу так от этого хорошо стало. И вот когда из позиции Творца ты уже осознанно, осознанно начинаешь хотя бы вопрос задавать, а для чего я этого хочу. А я хочу познать эту суть свою, познать этот момент, как бы изучить этот момент. Вот здесь я, ты становишься Творцом. И ты своей реальностью начинаешь управлять. Вот здесь я. Ну, сначала не получаешь, но потихоньку-потихоньку к этому приходишь. Вот и всегда выбор делаешь, с какой позиции ты наблюдаешь свой мир. Если с позиции жертвы, ты не управляешь своей реальностью. Если с позиции Творца, ты можешь любую ситуацию разрешить так, что тебе от этого станет хорошо. Все. Ты становишься Творцом своей реальностью. Потихоньку к этому приходишь. Вот так.